Генерал, вот когда я слышу «сдерживающий», это можно понять по-разному. Можно это понять так, как понимали многие годы те, кто верили в так называемый МЭД, доктрину гарантированного взаимного уничтожения. И, в общем-то, исходили из того, что ядерное оружие, оно годится только для того, чтобы сдерживать применение ядерного оружия другой страной. Но еще в 70-е годы в Соединенных Штатах стали возникать другие подходы. Известная доктрина Шлядинджера, который был тогда, Джейм Шлядинджер, министром обороны Соединенных Штатов, который говорил, что для того, чтобы сдерживание было эффективным, должна быть какая-то возможность применения этого оружия. Потому что если что-то нельзя применить, то сдерживающий эффект, в общем-то, он минимален. Он может оказаться достаточен, чтобы по тебе самому не нанесли стратегический ядерный удар разоружающий. Но все остальное, менее серьезные, но тоже весьма угрожающие вещи, он считал, сдержать не удастся. И поэтому стал думать о каких-то других вариантах, которые позволили бы сделать ядерное оружие, но если можно так выразиться, более гибким. Смотреть, есть ли что-то, что можно сделать с ядерным оружием, что позволило бы ядерной державе использовать и эту часть своего арсенала, не обязательно для того, чтобы по кому-то ударить, но желательно для того, чтобы поняли, но если хотите, искренность твоих намерений, искренность твоей готовности сделать все, что надо, чтобы защитить свою безопасность и свои законные интересы. Есть ли такого рода, есть ли отголоски доктрины Хлязинджера в современном российском подходе к тем угрозам, которые сейчас против России возникают? Да, Дмитрий, но прежде чем ответить на ваш вопрос, я вот пару слов скажу про договоры РСМД, годовщину которой вот отмечаем. Естественно, я не знал об этом обиде, там государственном приеме, о котором вы рассказывали, но то, что советское политическое руководство сознательно, в общем-то, сдавало позиции по этому договору, абсолютно, я вам, ну, это фактически Советский Союз поменял, обменял развернутую группировку ракет средней дальности в западной части Советского Союза и на территории членов Варшавского договора на планы Соединенных Штатов развернуть аналогичные ракеты в Западной Европе. Поэтому такая асимметрия в уничтоженных ракетах, там, 1846 у Советского Союза, 846 у Соединенных Штатов, это и не распространение договора на крылатая ракета морского и воздушного базирования, где у Соединенных Штатов было подавляющее преимущество. Это и, в конце концов, как вишенка на торт, это уничтожение комплекса АК, предшественницы Искандера. Причем американцы не стеснялись... В одностороннем порядке. В одностороннем, причем американцы не стеснялись, какова была аргументация. Да, мы понимаем, что у него, что дальность этого комплекса не превышает 500 километров, но... То есть не дотягивает... Не дотягивает до границы, обозначенной договором, но он слишком хорош, он быстр в развертывании, он может применяться в ядерном исполнении, и вообще у него очень, так мы полагаем, хороший модернизационный потенциал. Более того, я разговаривал потом с главным конструктором уже, была уничтожена вся конструкторская документация. По памяти восстанавливали, когда делали Искандер, по памяти восстанавливали вот такую. Вот такая была страсть понравиться американцам. Теперь по поводу ядерного оружия. Есть такое понятие, как ядерное сдерживание. Вы совершенно правы. Взаимное МЭД, взаимное гарантированное уничтожение, это, конечно, такое, знаете, произвольное журналистское определение, но ядерное сдерживание, естественно, направлено на то, чтобы сторона, которая намерена применить ядерное оружие, понимала, что будет ответ, и ответ будет адекватный. Но все-таки ядерное сдерживание относится в основном к стратегическим ядерным силам. Что касается доктрины Шлессинджера, да, кстати, я должен сказать, что и сейчас в Соединенных Штатах новое поколение, я его называю непуганным поколением военачальников, которые не знают, что такое реальная война после Вьетнама, американцы фактически на земле не воевали. В основном с воздуха, с моря. Сначала все в пух и прах, а потом уже только можно на земле, как в Ираке. Но купили там республиканскую гвардию и практически никого не потеряли. Так вот, но вся изюминка-то заключается в том, что американцы считают, что они могут применить ядерное оружие где-нибудь на удаленном театре. В Европе, в АТР, на Ближнем Востоке. А сами за двумя океанами будут сидеть на своем континенте и, так сказать, наблюдать, как конфликт разворачивается. В Российской Федерации такой доктрины нет. Поэтому президент Путин и сказал свою знаменитую фразу, что в случае применения боезаряда ядерного по территории Российской Федерации любой мощности ответ будет по центрам принятия решений. И ответ будет стратегическим. Генерал, это очень убедительно, то, что вы сказали. Потому что понятно, что если удар был бы нанесен по территории России или с другой стороны по территории Соединенным Штатам, то вы абсолютно правы. Но я читал одно интересное исследование не так давно о том, как Россия могла бы весьма эффективно применить тактическое ядерное оружие на Украине. Допустим, полностью парализовав украинскую энергетическую систему, полностью заблокировав использование украинских железных дорог. Нет, это не российские военные, раскрывали мне государственные секреты, а я это озвучиваю на российском телевидении. Это американское исследование. И оно меня заинтриговало. Оно меня заинтриговало потому, что, в общем-то, фактически, авторы этого исследования, они хотели сказать, есть неиспользованные российские возможности, про которые Москва не хочет говорить, но про которые она не может не знать. Нет? Дмитрий, ну для того, чтобы парализовать украинскую энергетическую систему, не нужно никакое ядерное оружие, и российские вооруженные силы это доказывают, потому что уже 50% это украинские оценки, ну и западные тоже выведены из строя, с очень туманными перспективами восстановления. То же самое касается и железнодорожной сети, потому что по ней пока удары не наносятся. Не знаю по каким причинам, но вот эти два... Я читал, что ее очень легко восстановить, если удар выносится обычно. Вы знаете, я не говорю о путях, я не говорю о железнодорожных путях, о железнодорожном полотне, которое действительно... Я говорю о двух тоннелях, которые соединяет западную часть Украины с центральной и восточной. Вывести их из строя, да, это тяжелая цель, но задача решаемая, причем без ядерного оружия. Это мосты через Днепр, через которые идут, так сказать, поезда. Но пока российское руководство не принимает решение о выводе из строя. Есть вообще какие-то экзотические варианты, что Российская Федерация может осуществить демонстрационный подрыв ядерного боеприпаса в акватории Черного моря, заразив все побережье, выведя из строя все свои курорты. Я не понимаю, зачем. Американцы тоже предлагают, давайте мы покажем, так сказать, Кузькину мать Москве и осуществим демонстрационный ядерный взрыв где-нибудь там в Северных морях, в Ледовьем океане, недалеко от Мурманска или вообще от российского побережья. Ну хорошо, Россия тоже может недалеко от Аляски осуществить такой взрыв. В чем смысл? Я не вижу в этом никакого военного смысла. Генерал, вы в этом разбираетесь гораздо лучше, чем я. Я не буду вступать, что называется, на опасное поле полемики с вами, когда вы явно гораздо лучше экипированы, чем я. Но я немножко понимаю в геополитике. И вот говоря о геополитике, у меня впечатление, что если в Вашингтоне и в Брюсселе штаб-квартира НАТО будут не исключать российский ядерный арсенал как нечто, что может иметь отношение к возможной эскалации, если будет, если хотите, здоровое уважение к наличию и возможностям этого арсенала, я думаю, что не только в интересах России это было бы, но я думаю, что это бы внесло и вклад в стратегическую стабильность. Дмитрий Бакрославов. Дмитрий, я полностью согласен с Вашим последним высказыванием. И мне кажется, что то очень важное заявление Владимира Путина, которое Вы привели, оно в принципе должно снять всякие инсинуации по поводу возможности или невозможности применения России тактического ядерного оружия внутри Украины против Украины. Потому что, когда мы слышим такие разговоры, мы понимаем, что Запад хочет просто нанести ущерб отношениям России со странами мирового большинства. То есть с Китаем, с Индией, с другими странами. Путин сказал, вот я еще раз хочу подчеркнуть, что он сказал, что ядерное оружие это сдерживающий фактор, не провоцирующий к расширению конфликтов, а сдерживающий. Что это означает применительно к украинскому конфликту? Это означает, что ядерное сдерживание России нацелено на то, чтобы удержать Соединенные Штаты либо от вступления в прямой конфликт, от вступления в прямую войну с Россией, либо от такого качественного наращивания своей помощи Украине, которое Россия воспринят как нарушение ее жизненно важных интересов и создание жизненно важной угрозы. То есть объектом политики ядерного сдерживания России является вовсе не Украина, а являются Соединенные Штаты и НАТО. И частично, я бы сказал, в корне эта политика сдерживания работает, потому что администрация Байнеда действительно постоянно подчеркивает, что недопустимо прямое военное столкновение, что она не хочет поставлять оружие большой дальности, ракеты большой дальности киевскому режиму и так далее и тому подобное. В этом плане сдерживание работает так, как оно должно работать. Но проблема заключается в том, что эскалация конфликта может произойти не только преднамеренно, но и непреднамеренно. Ядерное сдерживание успешно предотвращает преднамеренное перетекание гибридной войны в прямое военное столкновение России и НАТО. Но я вижу основную угрозу в том, что это может произойти непреднамеренно в результате провокаций. Провокации со стороны киевского режима. И вот серию недавних провокаций мы видели, когда киевский режим запустил беспилотники, не западные, но тем не менее запустил беспилотники по аэродромам в Рязанской, Саратовской и Курской областях. Какая была реакция Соединенных Штатов? Она была весьма, на мой взгляд, амбивалентная, потому что с одной стороны госсекретарь Блинкен и представитель Совета по национальной безопасности Джон Кирби заявили, что они не поощряют и не рекомендуют подобные заявления. Вот заявление Джон Кирби не поощряли и не предоставляли права. Но в то же самое время министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сделал такое заявление, которое можно интерпретировать только одним образом. мы не поощряем, но и не запрещаем. И если Украина, так сказать, сама может, то и пожалуйста. Вот послушайте, что сказал Ллойд Остин. Работают ли США над тем, чтобы Украина не смогла разработать свои собственные средства для нанесения ударов на большое расстояние? Короткий ответ. Нет. Мы, конечно же, этого не делаем. Фактически, Дмитрий, это карт-бланш. Вот как это соотносится с позицией администрации Байдена о недопустимости эскалации? Дмитрий, вы подняли один очень сложный вопрос. Как найти правильный баланс, говоря о ядерном оружии, между тем, чтобы тебя не обвинили в тем, что ты размахиваешь ядерной саблей, и использовали это против тебя на международной арене, и это далеко не всем бы понравилось в России, и между тем, что ты создаешь искусственное впечатление вседозволенности, что можно бесконечно накачивать Украину всевозможными видами вооружения, что можно этим оружием наносить удары по территории самой России, и что Россия заранее исключает какую-то часть, очень важную часть своего арсенала из возможного ответа. А вот давайте послушаем, что сказал по этому поводу президент Путин, когда он говорил о русофобии. Дело в том, что так же, как и в предыдущем случае, когда говорили о русофобии, никто ведь не замечает и не хочет замечать и видеть то, что делается, и говорится в странах-соседях, в западных странах. Вот я уже сказал, мы же своё ядерное оружие, в том числе тактическое, на территории других стран не содержим, не имеем. Американцы имеют. И в Турции, и в целом ряде других государств Европы. Они проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран для применения американского ядерного оружия. Мы же этого пока не делали ничего. Мы же пока этого не делали. Вот когда вы слышите выражение «пока» от президента России, который, по-моему, очень внимателен в своём выборе выражений, особенно по таким поводам, мне это слово «пока» кажется очень важным. Где «пока» кончается, я не знаю. Но вот я знаю вот что. Что было очень интересное интервью, по-моему, вчера или сегодня, по компании CNBC, главы компании «Рейсен», который объяснил, что делает его компания для военных возможностей Украины. Давайте послушаем. Не углубляясь в детали, могу сказать, что мы сотрудничаем с государственными структурами с тем, чтобы в режиме реального времени предоставлять разведданные на полевое на Украине. Мне кажется поразительным то, что у армии США есть возможность в режиме реального времени передавать украинским военным информацию о возникающих угрозах. Например, мы видим российский танк, или БТР, или мы видим, что россияне произвели пуск ракеты, и мы передаем эту информацию украинцам, и у них есть возможность реагировать практически мгновенно. Я думаю, нападая на Украину, русские совершенно не ожидали, что так будет. Русские совершенно не ожидали, что так будет. Генерал, вы знаете про это точно больше, чем я. Но я знаю, что если то, что господин глава компании «Рейсен» описывал, если это будет бесконечно продолжаться, то это будет истощать возможности России оказывать адекватное сопротивление, наносить ответные удары, переходить наступление на Украине. И я знаю другое, что это будет стоить русских жизней. И поэтому я задаю себе вопрос. Вот слово «пока». Надо ли, чтобы на это слово обратили внимание противники России, понимая, что возможности России проявлять ту сдержанность, которую Россия весьма похвально и разумно с моей точки зрения проявляла до сих пор, возможно ли это слово «пока» бесконечно, независимо от обстоятельств? Что вы думаете, генерал? Знаете, ну, во-первых, я хочу вот пару слов сказать то, что вот сказал Дмитрий, то, что поводом для применения ядерного оружия может быть либо прямое столкновение, полностью согласен, либо поставка каких-то видов вооружения Украине. И я вот с этим, я не согласен. Я думаю, что есть несколько промежуточных решений, в частности, можно нанести очень болезненные удары по территории Польши, там, где они сосредоточили, собственно, там, логистические центры. Не ядерные, да, не ядерные, теми же калибрами, кинжалами, искандерами, и посмотреть, какова будет реакция американцев, и как они будут принимать решение, вступать ли в прямое столкновение с Российской Федерацией, имея в виду эскалацию, ядерную эскалацию, причем, я абсолютно уверен, что ограниченной ядерной войны просто не может быть, эскалация неизбежна. Теперь, по поводу пока. Правильно, президент Путин, кстати, не первый раз употребляет, когда Соединенные Штаты в 2002 году выходили из договора по ПРО, президент Путин сделал заявление, что мы сожалеем о том, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора, но пока это не угрожает интересам национальной безопасности России, подразумевая то, что американцы обещали не выходить за пределы североамериканского континента в размещении своих систем ПРО. После того, как они начали размещать в Европе, естественно, позиция Российской Федерации по этому поводу изменилась. Что касается ядерного оружия, есть такой момент, например, все тактическое ядерное оружие Российской Федерации находится на централизованных в складах хранения 12-го главного управления Министерства обороны, которое отвечает за ядерную составляющую, ядерные боеприпасы и так далее. А у американцев в Европе вот эти бомбы Б-61 различных квалификаций, размещенные на пяти авиабазах европейских, они хранятся фактически в ангарах под самолетами. Американцы считают их неразвернутыми, а мы считаем, что это развернут, потому что подвесить ядерную бомбу на самолет, я не думаю, что это займет недели, дни, я думаю, что это вопрос часов. Российская Федерация имеет все возможности для того, чтобы тоже разместить тактическое ядерное оружие на авиабазах, на морских базах, привести это оружие действительно практически в развернутое состояние. Но пока мы этого не делаем, надеясь на благоразумие американского руководства тем, что оно не будет поставлять Украине тех видов вооружения, которые способны достичь территории Российской Федерации. А что касается украинских, да, у них Украина на момент распада Советского Союза у них было 2000 предприятий военно-промышленного комплекса, 700 из них были чисто военной продукцией, выпускали. Другое дело, что к 2000 году из 2000 осталось 400, а потом еще уполовинилось. Но это другое дело. Но у них осталось всего три предприятия, которые производят ракеты и способны производить ракеты увеличенной дальности. Это Южмаш и два завода в Павлограде. Один производит топливо другой ракеты. Я считаю, что если существует такая опасность, то просто эти объекты нужно уничтожать без всякого ядерного оружия. Знаете, генерал, последнее, что я хотел бы сделать, то есть впечатление, что я за применение России ядерного оружия. Я собираюсь возвращаться скоро в Вашингтон. У меня там дом, работа и много друзей. Я же не про это. Я про то, я про то, что должны понимать в Вашингтоне о возможностях российского ответа, если постоянно будут передвигать планки дозволенного. и я очень предпочитаю, чтобы если так ситуация пойдет, во-первых, в Вашингтоне знали, где вовремя остановиться. Во-вторых, я предпочитаю, что если не будут знать, чтобы российский ответ, конечно, не включал никакого ядерного оружия, тактического и уж тем более стратегического. Но я тем не менее считаю, что поскольку такого неблагоприятного поворота событий нельзя исключить, нельзя полностью исключить, то ответственные люди в Вашингтоне должны на эту тему думать и понимать, с каким ядерным огнем они могут играть. Не так ли, Дмитрий? Дмитрий, я с вами полностью согласен, но мне почему-то кажется, что до тех пор, пока Соединенные Штаты не столкнутся с прямой и непосредственной угрозой в отношении самих себя, с угрозой прямого военного столкновения Россия-НАТО, которое действительно неизбежно приведет к ядерной эскалации глобальной ядерной войны, Соединенные Штаты не остановятся. Пока они думают, что они в безопасности, они будут постоянно эту планку передвигать. И, кстати, вот прямо на этой неделе, прямо сегодня мы наблюдаем еще один эпизод с вот этим вот сдвиганием красных линий, с преодолением очередных табу. Я имею ввиду западные танки. Вот еще пару месяцев назад в НАТО говорили, что вопрос передачи западных танков Украине табуирован, что они это не поддерживают из-за угрозы эскалации. Но, тем не менее, сегодня глава оборонного комитета Бундестага, зовут ее Мария Агнес Штарк Циммерман, вернувшись из Вашингтона, где она проводила встречи в Госдепартаменте, Сенате и Палате представителей, заявила, что да, Соединенные Штаты поощряют и открытым текстом просят Германию передать Украине танки Леопард-2, и что вот та информация, которая была описана недавно во Франкфуртер- Альгемайне Цайтунг о том, что Джейк Салливан, советник по национальной безопасности администрации Байдена, говорил Германии, что Соединенные Штаты совсем не против, если Германия передаст танки Леопард, что эта информация верна. Более того, вот если верит Штарк Циммерман, Соединенные Штаты не только не против, а они всецело за, чтобы Германия передала эти танки. Это еще вот один эпизод подобного преодоления табу, и пока Соединенные Штаты не столкнутся с тем пределом, который им создаст Россия, военным пределом, вот это, мне кажется, будет продолжаться. Пою из Дмитрия, что мы начали со спора, а пришли к консенсусу, ну и, как бы, скажем, не очень оптимистическому консенсусу. Но подводя итоги, я хочу упомянуть снова скандал с Дождем, который получил интересное продолжение. Эстония и Литва вслед за Латвией тоже решили исключить радиостанцию, телестанцию Дождь со своей территории и лишить лицензии. И вот у меня возникает вопрос. Вы посмотрите, что эта станция сейчас говорит. Они полностью говорят о том, как они против российской операции на Украине. И мало сказать, что это контрпродуктивно, что это неправильно делается. Нет. Подло, мерзость всех, кто это не просто поддерживает, но даже нейтрален по этому поводу нужно либо послать в Нюрнберг, или, по крайней мере, давна будет быть какая-то иллюстрация. Они уже как бы делят пирог разделения России по своему усмотрению. И вот, тем не менее, вот с этой станции решили так бесцеремонно и жестоко обойтись. Чем это говорит? Это русофобия. Потому что никакого другого объяснения найти нельзя. Вот смотрите, этих же людей вчера, буквально позавчера, мы слышали какие-то герои освободения России, какие-то замечательные люди. Многие из них, из людей, которые появляются на Довде, наиболее известные, подписали письмо в защиту Довде. И что? И ничего. Ничего. И я не могу найти никакого другого ответа, почему так Прибалты считают возможным поступать в Довдем, потому что они, несмотря на все потуги, показать свою полезность и преданность, потому что они русские. А вот такой подход к определенной национальности он называется не просто русофобия, но и откровенный фашизм. Вот от того национализма, который мы видели в Прибалтике, мы видим постепенную эволюцию к русофобии и дальше и дальше к фашизму. И скажу последнее. Те, кто поддерживают фашизм, они не могут претендовать, что они не знают, что делают. Они поддерживают фашизм. И борьба против них, да, Дмитрий, становится антифашистской борьбой. Спасибо. Дмитрий, полностью с вами согласен и даже подчеркну, что именно, к сожалению, из Прибалтики этот фашизм и стал распространяться и на Украину, и на другие страны постсоветского пространства. Дмитрий, Евгений Петрович, большое спасибо за этот очень интересный разговор. Мы вернемся в студию через несколько мгновений. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова